В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Журналисты телекомпании «Город» уже готовы рассказать вам о главных событиях этого понедельника. Вот некоторые темы выпуска. Квартиры есть, документов нет. Почему жители села Поляна не могут в полной мере распоряжаться своей собственностью? Активисты бьют тревогу. Уничтожение памятников архитектуры в городе продолжается. Они победили. В день борьбы с наркозависимостью нам рассказали об удачном опыте исцеления. Золотое наследие в Рязани чествовали лучших выпускников. Скандалы за стройщиками в нашем городе продолжаются. Правда, на этот раз конфликт носит отнюдь не массовый характер. Всего лишь одна семья, купившая квартиру в жилищном комплексе «Полянка», не может получить после сдачи документы, которые необходимы для оформления собственности. В ситуации пыталась разобраться наша съемочная группа. Все началось с того, что Зураб Чехладзе стал участником долевого строительства вот этого дома в селе Поляны. По его собственным словам, еще до заключения договора, застройщик предупредил о возможных задержках сдачи объекта. Зураб с этим согласился, однако не думал, что в итоге сдача дома отложится на год. В конечном итоге так получилось, что уже все наши как бы и жданки, и нервы, они полностью уже иссякли. То есть, да, и мы, соответственно, подали на них по неустойке, по договору. Вот. Сначала, соответственно, мы как бы претензию предъявили с юристом, проконсультировались. Вот. Так как претензию сам директор Фомичев отказал, да, в компенсации, то, соответственно, ну, как было, в принципе, написано в этой претензии, мы передали дело в суд. Дом должны были сдать в марте 16-го, а в итоге сдали в конце мая этого года. Как уверяет заказчик, по причинам от него независящим. Дело в том, что разрешение на подведение газа к дому имелось, а вот точку доступа вовремя не предоставили. К слову сказать, другие жильцы решили просто закрыть глаза на данный факт. При сегодняшней системе, существующей, это вполне естественно. Почему? А потому что, во-первых, технический отдел в этом строю управления, он конкретно слабо занимается некоторыми вещами. В частности, целый год протягивали трубу. Уже должны были сдать объект, а у них не было трубы. Потом хватились трубу, нашли и сказали, что вы не имеете права купить. Должны так купить, так по-другому. То есть, такие законы, что здесь не кучащая лычка не пролезет. Кроме того, застройщик принял решение пойти дольщикам навстречу и передал им ключи, чтобы те хотя бы могли начать косметический ремонт. Что, кстати, сделала семейная пара Чехладза. Однако, после подачи в суд заявления по выплате неустойки, по словам молодых людей, директор строительной компании начал им угрожать и принуждать прекратить отделочные работы, а также снести уже сделанный ремонт. 50 мая нам заварили дверь. Да, нам заварили дверь, то есть нам угрожали, что они нам заварят дверь, что они там еще что-то нам сделают. Здесь как раз начались холода, мы остались в одних босоножках, футболках, у нас все деньги, все имущество там было, после чего мы позвонили директору, нам отказали нас сюда пускать, мы вызвали полицию, то есть у нас это зафиктировано, написали заявление в администрацию, заявление под на прокуратуру, то есть везде. И спустя дня два нам дверь разблокировали, разрешили забрать вещи, мы забрали. Чтобы дальнейших не было у нас с ними конфликтов. Да, мы отсюда уехали. Действительно, формально, пока дом не был сдан и юридически считался стройкой, проживать в этих квартирах было нельзя. Теперь же после сдачи объекта жильцы уже получают акты приема-передачи квартир и могут оформлять их в собственность. Однако семье Чехладзе этот акт не подписывают. Мы звонили к ним в организацию, сейчас точно не помню, по-моему, Валерия, у них девушка сейчас новая работает, она сказала, что это было, по-моему, в пятницу, она сказала, что акты подписаны, но именно ваш акт Фомичев сказал, что подписывать не будет, и нам его не выдавать. То есть всем жильцам выдали, наш лежит неподписанным. Мы решили встретиться с директором строительной компании Сергеем Фомичевым. К нашему удивлению, от комментариев он не отказался и объяснил, почему сложилась такая ситуация. Мы передали ключи на квартиру, не квартиру, ключи, для того, чтобы они могли туда прийти, распланировать что-то, где они поставят кухню, то есть что-то. Получается так, что как только мы передали часть ключей на квартиру им, они сразу же сменили личинку замка. И мы не могли, не имели доступа в эту квартиру, то есть мы не могли даже проверить газовое оборудование, в каком состоянии. То есть теперь мы также не можем попасть в эту квартиру. Соответственно, мы ограничили доступ им, потому что ответственность за эту квартиру сейчас несем мы. По словам Сергея Фомичева, сносить сделанный ремонт никто не требует. Единственное, что им нужно, это доступ в квартиру. Если бы он был предоставлен вовремя, то все необходимые документы семья Чехладзе получила бы в положенные по закону 3 месяца со срока сдачи дома. А теперь уже строительная компания подала в суд на Наталью и Зураба, чтобы обязать их предоставить доступ к помещению, которое пока еще не является их собственностью. В общем, все довольно сложно, но похоже в рамках закона. В любом случае, мы будем следить за ситуацией. В минувшие выходные в интернете появилась новость о том, что рязанские краеведы одержали победу в борьбе за дом Циолковского, который находился под угрозой сноса. 23 июня был подписан приказ, согласно которому здание по адресу улицы Вознесенская, 40, включено в перечень объектов культурного наследия. Однако борьба продолжается. Теперь под угрозой уничтожения оказалось каменное здание 18 века, расположенное на улице Затинной. Подробности у Романа Дворецкого. В нашем городе существует множество малоизвестных памятников культурного значения. Таким является здание бывшей Дашковской богодельни, которое построено в 1780 году. Известно, что с 1800 года им владел купец Осип Крутицкий. Богодельней здание стало в 1870 году, когда его купил Василий Андреевич Дашков, гафмейстер императорского двора и тайный советник. Отсюда и название – Дашковская богодельня. Однако сейчас дом на улице Затинной находится не в лучшем состоянии. В 2017 году он попал под программу расселения из ветхого и аварийного жилья и фактически был приговорен к сносу. В формулировке постановления было написано, что его последующий снос. Когда общественность напомнила о статусе этого здания, уже в конце января вышло обновленное постановление, где слово «снос» заменили на реконструкцию. Дом из Затинной является объектом культурного наследия федерального значения, но даже статус памятника оказался бессилен перед вандалами. В пятницу члены Рязанского отделения ВАОПИК обнаружили, что после расселения этого здания неизвестные начали расхищать его, то есть срезать батареи и растаскивать оставшие здесь имущества от прежних владельцев, от хозяев квартиры. Во время съемок сюжета дирекция по благоустройству города начала консервацию Дашковской богодельни. Краеведы полагают, что такая мера поможет сохранить памятник архитектуры 18 века и надеются, что в скором времени дом будет отреставрирован и приведен в надлежащее состояние. Обучиться вождению автомобиля и получить права, казалось бы, сегодня может каждый, но это только на первый взгляд. Как выяснилось, для людей с ограниченными возможностями здоровья специализированных автошкол в нашем городе нет. О том, что их просто необходимо организовать, заявили паралимпийцы-колясочники на встрече с министром спорта региона Татьяной Пыжонковой. Эти имена у всех на слуху. Гордость Рязани и пример для подражания. Спортсмены-паралимпийцы. Алексей Лисовой – бронзовый призер чемпионата России по настольному теннису. Александр Спицын – бронзовый призер чемпионата России в метании копья и в метании диска. Мария Богачева – бронзовый призер в метании диска. Несмотря ни на какие трудности они достигли спортивных высот. Но сегодня паралимпийцам столкнулись с проблемой, решение которой не зависит ни от их сил духа, ни от выносливости. Заветная мечта – собственный автомобиль и способность передвигаться по городу самостоятельно. Если инвалид-колясочник, это не значит, что он не может иметь право на свободное передвижение на машине. Мы такие же люди, как и все, мы только с ограниченными здоровьем. А мы люди с сильной волей, мы можем и сами сесть в машину, и сами сложить коляску, и положить ее на заднее сидение или в багажник. И свободно передвигаться, и тогда будет никаких проблем. Рязанские паралимпийцы-колясочники пытаются добиться права на обучение управлению транспортными средствами. В настоящее время это проблема. До 2005 года инвалидов готовили как водители по различным государственным программам. После изменения закона такая возможность исчезла. В настоящее время в Рязанской области нет учебных организаций, которые осуществляют подготовку водителей на управление транспортными средствами инвалидами-колясочниками. Так как автошколы являются коммерческими организациями, и установка и оборудование специальных автомобилей с ручным управлением является дополнительными затратами для них, а количество желающих пройти это обучение невелико, поэтому в нашем регионе таких групп обучения нет. Важно отметить, что обратившихся инвалидов с данным вопросом в госавтоинспекцию в настоящий момент не было. Для регистрации же транспорта для инвалидов-колясочников в регистрационном подразделении города Рязани созданы все необходимые условия. Сегодня в городе в средствах массовой информации много говорят о доступной среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Но на деле вопросов пока остается гораздо больше, чем ответов. Я занимаюсь спортом профессиональным, у меня тренировки 5 дней в неделю. Я живу, тренировки у меня проходят в роще, а я живу в дошках. Но естественно на такси, только передвигаясь на общественном транспорте, нет возможности, это исключено, потому что нет специализированных автобусов, ну или машин, которые могли бы тебя довезти спокойно. Естественно приходится ездить на такси, но на такси, естественно затратно очень ездить. Кроме программы специального устройства на автомобиль и лицензии, такая школа должна быть оборудована пандусами. Автошколам не нужно покупать дорогостоящую технику. На любую машину с автоматической коробкой передач можно установить специальные рычажки. Можно любой автомобиль с автоматической коробкой передач, но на нее поставить ручное управление. Ее можно поставить, можно и снять. То есть это 10-20 тысяч ты поставил, так же катаешься на этом автомобиле, а когда люди здоровые уже будут тоже учиться на этой же машине, это ручное управление можно спокойно снять и отложить в сторону до того момента, когда будут уже учиться люди с ограниченным физическим здоровьем. В соседних регионах есть успешный опыт обучения людей с ограниченными возможностями здоровья на права. Такая практика существует и в Рязанской области, в городе Михайлов. И оказалось, что в рязанских школах о проблеме знают и более того, заинтересованы организовать такое обучение. Для того, чтобы обучиться, проблемы нет. Основная проблема – это автомобиль. У нас автомобиль этот есть, на Шкода Фабе, с автоматом, и она у нас простаивает. Для того, чтобы не простаивает, мы ее в прошлом году отдавали в Михайловский учебно-спортивный технический центр, и там были отучены ученики Михайловского школы-интерната. А это значит, что спортсмены, те, кто горит желанием пересесть с пассажирского сидения на водительское, скоро смогут это сделать. По всей видимости, только тогда парковочные места, которые сегодня в городе организованы специально для инвалидов, будут заниматься именно теми, для кого они созданы. 26 июня во всем мире отмечают День борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Люди годами не знали, как спасаться от этой беды. Теперь выработана та программа реабилитации наркозависимых и алкозависимых, после которой они не только находят свое место в жизни, но и создают семьи, а также помогают другим справиться с проблемой. В День борьбы с употреблением наркотических средств наша съемочная группа посетила Центр помощи зависимым Андрея Борисова. Человека, который когда-то сам преодолел проблему и теперь открывает путь для других. Презентуя свои книги, проводя семинары и развивая Центры реабилитации и ресоциализации. Программа Андрея Борисова включает в себя два этапа. Первый из них – реабилитация, где человек приходит к осознанию своей проблемы, получает всю информацию о такой болезни, как химическая зависимость и ключи к решению задач. Кира уже четыре месяца находится в поселке Солодче, где сейчас проходит реабилитацию. Сегодня она уже видит разницу между собой в прошлом и сейчас. И с радостью показывает небольшой урожай, которым она занялась на территории Центра в качестве досуга. Я где-то понимала, что проблемы есть, но что есть такие проекты, как реабилитационный Центрат. Я вообще не имела представления, также родители, когда они узнали, то есть отправили меня на лечение. Но здесь я вообще увидела, что можно жить другой жизнью. Вижу примеры, как живут люди, уже прошедшие эти курсы реабилитации. То есть мне это все стало очень интересно. То есть я разбираюсь в себе, открываю какие-то новые себе качества, также какие-то дефекты преобразовываю в качества. Во время реабилитации, кроме занятий с психологом, психотерапевтом, профессиональным консультантом по химической зависимости, подопечные Центра проходят адаптацию к социуму, ходят в спортзалы, в кино, на озеро. Поскольку работа над выздоровлением у зависимых идет одновременно по разным направлениям – био-, психо-, социо- и духовному. После реабилитации для закрепления полученных навыков, люди, оставившие свое прошлое и выбравшие новую жизнь, проходят ресоциализацию. Так, выполнив весь комплекс, можно ожидать полного излечения. Более подробно о визите в реабилитационный центр и о том, как замотивировать людей на лечение, мы расскажем вам в следующих выпусках информационной программы. Июнь – время окончания выпускных экзаменов и выхода во взрослую жизнь вчерашних школьников. «Золотое наследие Рязани» – такое название носит ежегодный торжественный прием, на котором чествуются лучшие выпускники города. Пообщалась с подающей надеждой молодежью Алена Куколева. Золотые медалисты, победители и призеры Олимпиад, а также выпускники, достигшие высоких успехов в спорте, творчестве и общественной деятельности. Лучших выпускников рязанских школ сегодня чествовали в администрации города. Всего 34 человека. Лауреаты различных премий, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов, а 21 выпускник получил 100 баллов на едином госэкзамене. Но все как один повторяют – на достигнутом останавливаться не будут. Большое воодушевление дает то, что впереди много всего. И институт, а потом еще дальше как-то поработать надо будет. Так что, я думаю, не очень грустно так очередной жизненный этап. Но впереди еще столько всего. Это прям дух захватывает от раскрывающихся перспектив. Мечтаю стать педагогом начальных классов и английского языка. И моя сейчас цель на данный момент – это поступить в наш Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина. Как раз таки на эту специальность. Ну и в знак благодарности своей школе, которая дала мне 11 лет тепла, заботы. Научила меня, что хорошо, что плохо. Научила меня дружить. Дала много знаний, которые мне помогли при сдаче единого государственного экзамена. И в благодарной школе я, конечно, бы вернулась туда работать. Выпускников наградили памятными подарками от администрации города. Благодарственные письма получили и их родители. Также в администрации отметили вклад директоров школ в развитие городской системы образования. 27 июня Рязань отметит Международный день молодежи. Однако праздничные мероприятия стартовали еще на прошлой неделе. Так, в пятницу открылся третий трудовой семестр, а в субботу под открытым небом прошел летний бал в стиле 19 века. О том, что еще ждет рязанцев, расскажет Галина Ершова. Креативные и дерзкие. Они идут в ногу со временем и создают новые ритмы и стили. 27 июня Рязань отметит День молодежи. Собираемся традиционно на площади Победы. В 9 часов начнется большая зарядка от лучших фитнес-тренеров города. Планируется, что в ней примут участие более тысячи человек. Это студенты и школьники, активисты, а также все желающие. В рамках акции проведут конкурс на лучшие селфи с хэштегом «Большая зарядка». Перемещаемся в Рязанский дворец молодежи в 2 часа. Здесь состоится торжественное награждение лучших молодых людей Рязани, ставших гордостью нашего города. Почетные грамоты и приятные подарки они получат от губернатора Рязанской области. В фойе РДМ и гостей праздника встретят сразу несколько выставок о молодежном движении. А на сцене выступят победители студенческой весны. Сюрпризом вечера станет выступление сразу двух команд высшей лиги КВН. Это «Русская дорога» и плюшки имени Ярослава Гашика. К 5 часам вновь возвращаемся на площадь перед МГЦ, чтобы услышать песни о Рязани, любви и молодости. Для гостей праздника выступят участницы телепроекта «Голос» на Первом канале Элла Хрусталева, а также солисты МГЦ, заслуженные артисты России и лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Также 27 июня праздничные мероприятия пройдут в детских оздоровительных лагерях области. Там проведут игры по станциям, концерты и квесты. На этом сюрпризы не заканчиваются. В пятницу рязанцев ждут на улице Почтовой. Здесь пройдет сразу два праздника. Это фестиваль молодежи «Живи ярко» и праздник «Спортивная тусовка». Подробности организаторы держат в секрете, но обещают более 40 интерактивных площадок. Продолжаем отмечать в субботу. В городском парке за филармонией встречаемся на «Арт-субботнике», где выступят лучшие музыкальные группы Рязани. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-2406. Техно-Моноль- alten Burst. Мурмина. Техно-Монолит. Техно-Моноль-nee. Спасибо за mieli а ninette. В огороде. Суббота.